10 уловок сервисных центров Очередное уникальное видео, в котором я обобщу практику Почему не нужно ходить в сервисные центры А если ходить, то делать это очень аккуратно и осторожно 10 уловок самых популярных Как сервисные центры манипулируют правами и возможностями и товарами потребителей Когда вы приносите туда этот товар Соответственно, нужно обязательно их знать и держать в уме И по возможности в сервисные центры не ходить Итак, в сервисный центр по закону вы можете быть направлены в двух случаях Первый сценарий на экспертизу То есть у вас сломался ноутбук, вы принесли его в магазин Его открыл сотрудник и говорит О, да, не работает экран, но возможно вы сломали, а возможно он сам такой Это была проверка качества Это этап, который производит сотрудник магазина при вас за 15 секунд Но когда магазин хочет узнать, вы виноваты или магазин виноват Он может отправить вас на экспертизу Ну в смысле вы и за вас эксплуатационный это брак или производственный Вот так это называется То есть вы виноваты или сам ноутбук был плохо сделан Вас отправляют на экспертизу Экспертиза проводится по закону защиты прав потребителей В случае разногласий о причинах поломки Заметьте, не в случае, когда магазин сомневается, а в случаях разногласий Когда магазин говорит, это вы виноваты А вы говорите, нет, этот товар плохо сделан И вас отправляют на экспертизу На экспертизу можно не ходить, тем более если вас посылают в другой город Но учтите, что если дело дойдет до суда, то суд может встать на сторону магазина Мы этот вопрос рассматривали многократно Потому что скажут, что вы не дали убедиться, кто виноват в поломке Учтите это А может и примет в решении вашу пользу С экспертизой дела бывают совершенно разные и разные результаты Но суть в том, что иногда на экспертизу, если при вас, быстренько в сервисный центр сходить можно Если она подтвердит, что вы правы, то магазин уже не сможет отвертеться Вам так проще вернуть деньги Вы и так вернете, если напишите претензию Но если с экспертизой, то вообще элементарно вернете Окей, это первая ситуация, вы пришли в сервисный центр на экспертизу Второй большой мир, вы пришли в сервисный центр Скажите это, ну скажите Ремонтировать товар Почему я улыбаюсь? Потому что, ну по-моему, только безумие сможет пойти в сервисный центр Ремонтировать товар по гарантии Нужно не в сервисный центр товар ремонтировать, отдавать А деньги забирать за товар, прикиньте И эта вся идея, она идет в более чем 100 видео на моем канале О том, что не нужно в сервисный центр ремонтировать товар, сдавать Но, высок вероят Высока вероятность Вероят это ведем брат вероятности А это вероятность его сестра Высока вероятность, что вы, соответственно, пришли на это видео Потому что уже отдали в сервисный центр товар по ремонту И вы думаете, вот этот первый? Вас тут десятки У меня в комментариях почти каждый день люди пишут Предложение, начинающееся со слов «Жаль, что нашел ваше видео только когда отдал товар в ремонт» Что же в этом делать в случае, что может сделать сервисный центр, как поступать, сейчас все узнаем Кстати, киньте это видео всем своим знакомым Чтобы они, соответственно, не относили товары на ремонт в сервисный центр Описали претензии, забирали деньги Ну или хотя бы товар заменяли Ну, заменили То есть, вот у вас товар iPhone сломался Вы, ну, не хотите деньги возвращать? Окей, ну, просто заберите новое, старое, дайте им Пускай они там вот чинят, не чинят Вас это вообще не касается Окей Итак, первый и сразу же лютый Десять уловок Мы сейчас рассмотрим десять уловок сервисных центров Первая уловка, она странная, необычная Сервисный центр говорит Мы вам товар не продавали И не несем за него ответственности Вот эти всякие там законы защиты прав потребителей 45 дней на ремонт Это все не про нас Потому что это все относится к продавцу и производителю А мы сервисный центр Про нас ни слова нет в законе защиты прав потребителей Не надо нам никаких требований предлагать Сразу же, это базовая уловка, которая является прямой ложью Посмотрите любое постановление суда Там очень часто бывает, что, например, автомобиль отдали в такой-то сервисный центр А потом в такой-то и так далее, и так далее Сервисный центр является, даже если не является авторизованным Официальным сервисным центром магазина Если из магазина вас туда послали В этот сервисный центр И вы реально пошли То тогда это уже, грубо говоря Тот, кто вместе с магазином отвечает за ваш товар И за то, чтобы соблюдались нормы Закон защиты прав потребителей Поэтому сервисный центр Если вас в него послали из магазина Это всегда то же самое, что и продавец Только так воспринимайте Никогда не позволяйте сервисному центру Подавать все, как будто он вообще не при делах Все, дальше Ну, лучше, конечно, не ходите Второй сценарий Вы приносите в сервисный центр товар Вам говорят, что это не гарантийный случай Это мы сейчас не про экспертизу говорим, а про ремонт Вы принесли, вам говорят, что это не гарантийный случай Ремонтировать не будем Бывает такое? Да, очень часто бывает Даже фраза Не гарантийный случай Она популярна в обиходе Запомните У нас нет вообще в законе защиты прав потребителей Такого термина, как негарантийный случай Что у нас написано? Что товар должен быть продан качественным И если на него есть гарантия То, если товар оказался некачественным Вам его должны отдать деньги, починить, заменить Все Негарантийных случаев не бывает Просто их нету У нас бывает другое У нас бывает вина по причине эксплуатационных причин То есть вы сломали Или по причине того, что сделано плохо Заводской брак Понятно? Негарантийный случай Это, например, когда вы взяли кувалду И ноутбук разбили ею Это негарантийный случай В кавычках Но когда вам говорят, что сломаны лопасти вентилятора И поэтому там Именно лопасти не входят в гарантию Или это аккумулятор В ноутбуке, например, или в телефоне Он не является гарантийным случаем Это неправда Это ложь магазина Или сервисного центра Вас вводят в заблуждение Если не вы сознательно сломали технику А в ней что-то испортилось Прошивка Аккумулятор Программное обеспечение Резиночки Прокладочки в автомобиле Все, что угодно Это все делает товар некачественным Прекратите мысли термины Гарантийный или негарантийный случай Есть товар качественный Есть некачественный Если что-то в нем не так Он некачественный Все Дальше Уловка номер три Дефект не обнаружен Вы сдали в сервисный центр Это как раз на экспертизе бывает Взяли товар И вынесли вердикт Дефект не обнаружен Ну и ладно Они имеют право так сказать Что вы в этом случае делаете Пишите претензии И возвращаете деньги Потому что Если вы реально считаете Что товар некачественный Вы потом придете в суд И легко это аргументируете Скажете Вот все телефоны Нормально включаются А я нажимаю включение И он у меня не включается Экран не работает А мне говорят Дефекта нет Но он не работает А мы знаем Что в законе Защите прав потребителей В определении Качества товара указано Что товар должен Соответствовать качествам Которые обычно Предъявляются К таким видам товаров То есть Если телефоны должны включаться Он должен включиться Если вам кто-то говорит Что это не дефект Ну и до свидания Вы спокойно вернете деньги Если реально считаете Что это дефект Вас это не волдует Вам главное Совершить действие По попытке Решить вопрос Вот вы принесли Экспертизу провели Вам сказали Не дефект Все Вы что могли сделали Дальше в суд И легко забираем деньги Уловка номер 4 Магазины Вам говорят Что через сервисный центр Быстрее И поэтому отправляют вас В сервисный центр То есть Пришли вы в магазин Бытовой техники Принесли им Стиральную машину Ну это очень тяжело Давайте полегче Принесли им роутер Принесли роутер И говорите Он не работает Они говорят Окей-окей Все на гарантии Починим сервисный центр Экспертиза И все Деньги вернем Может или починим Оставляйте А нет Они говорят не оставляйте Они говорят Идите в сервисный центр Да Вот они все говорят Вы говорите Не я не пойду Я вам оставлю Вы же магазин Вы должны мне деньги возвращать А магазин говорит Да-да Мы должны Мы заберем Не волнуйтесь Но просто через сервисный центр Будет быстрее А то тут он у нас будет лежать Пока партия соберется Мы отправим в сервисный центр Это 2-3 дня А так уже сразу будут все делать Вот за такие фразочки Магазины нужно Очень сильно штрафовать Когда вам попытаются Так аргументировать Достаете на видео Все это снимаете Потому что любой ремонт Экспертиза Должны быть произведены И как только вам это сказали Вы не оставляете им роутер Вы не несете его в сервисный центр Вы говорите Нет Я не сделаю не так Не так Я просто сейчас вам приду С претензией И вы мне отдадите деньги Это и называется Теорема Эскобара Это самое Когда вам дают выбор Из двух сценариев Оба из них Как правило Фиговые Поэтому вы всегда должны Выбрать третий И поступить грамотно Когда вам говорят Ну можно здесь Но это долго Или можно в сервисный центр Но это быстрее Оба сценария Это ложь Одно Это вообще вас обманывают Второе Вас нарушают ваши права Это то же самое Что вам сказали Вы болван Или Мы не уважаем вас Мы не хотим с вами работать Мы не будем Вашу лояльность уважать Поэтому Когда вам один раз Так ответили По правилу Которое я уже много раз Я сейчас озвучил в соседних видео Что делаем Один раз вы с ними Не договорились Несем претензию Когда вы приносите претензию Вы сразу переходите Из зоны дилетант Который смешит магазин В зону реальной угрозы Которая может набрать Еще и неустойку И магазин еще и в минус уйдет Поэтому при любом раскладе Делаем одно единственное действие Пишем претензию Дальше Вот услышали фразу Через сервисный центр Быстрее Сразу несете магазин претензию Уловка номер пять Это дополнительно стоит То есть вы приносите товар На ремонт Не надо так делать Ну ладно Вы принесли И вам соответственно Говорят Все мы это починим Это сделаем Но вот этот момент Клавиатуру вы там Вот так вот лично испортили Он только за ваш счет Потому что это не гарантийный случай Или потому что Это не входит в гарантию Или потому что Тут вы сами виноваты Остальное починим А вот это за ваши деньги Строго-настрого Запомните В случае гарантийного ремонта Вы никогда Не платите сервисному центру Ни рубля И даже ни копейки И я вообще рекомендую Никогда не пользоваться С сервисными центрами Где надо Кому-то что-то заплатить Никогда Ни одного рубля В сервисном центре не несем Как только мы сказали Что это дополнительно стоит Сразу же уходим Откройте закон О защите прав потребителей Статья восемнадцать И все статьи про ремонт Ни слова Про то что вы будете За что-то платить Разумеется вам Безвозмездно Еще и незамедлительно Должны все устранить Уловка номер шесть Встретилась на нашем канале Уже более двадцати раз Регулярно Люди меня спрашивают Они отдали товар на экспертизу То есть Обратились в сервисный центр По причине Хотим провести экспертизу А им сделали ремонт И вернули товар И сказали Нет дефекта Люди такие What? Типа Так вы же его подчинили Они говорят Ну дефекта нет Вы вот хотели экспертизу Вот мы сделали Все дефекта нет Такое бывает И не думайте Что я тут придумал Это вообще Архипопулярная вещь Почему? Потому что например В ноутбуке реально есть дефект Сервисный центр такой Так сейчас возьмем на экспертизу Ой он реально бракованный Ну все Надо отдавать деньги Погодите А ремонт то быстренький Там раз 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 Починили И отдали И тогда не надо отдавать деньги И так и будет Как это исправить? Нужно в видео фиксировать Момент Когда вы отдаете на экспертизу Можно на видео так и сказать Уважаемый Сергей Иванович Из салона там ООО Ремонт ЕКБ Или ремонт Самара Я хочу Чтобы вы провели экспертизу В моем присутствии Ремонт Не разрешаю Или Второй сценарий Вы изначально пишите претензию Если вы пишете в претензии Что хотите вернуть деньги И вам говорят Проведите экспертизу Вы пришли Провели экспертизу Вам уже не могут Подчинить товар Точнее вам его даже Подчинят часто И отдадут Скажут Вы хотели деньги вернуть Ну вот товар починили мы Но в претензии То у вас написано Возврат денег И если это зафиксировано На бумаге Вам все равно вернуть деньги Вы отказываетесь от товара И забираете деньги Вот То есть все очень легко Ну и главное Третье правило Которое вы должны запомнить На всю жизнь В статье 18 указано Закон защиты прав потребителей Что экспертиза Всегда проводится При вашем присутствии И если Вы отдали на 3 дня И что-то делают с товаром Не удивляйтесь Что потом его починили Или что-то сделали Вы должны принести товар Предоставить на экспертизу Его проводят экспертизу При вас Вот вы на него смотрите И вы его забираете Вы его не сдаете Не оставляете Вы его предоставляете Временно На несколько минут на экспертизу Разумеется В этом случае Никто починить не сможет Окей Все ясно Дальше Уловка номер 7 Отказано Так как нестандартные Или некачественные Расходные материалы Ну а типичная ситуация С принтерами Вы купили принтер Большой там МФУ Все что такое Покупали дешевые Катриджи Неофициальные Пользовались ими Что-то сломалось Сдали в сервисный центр Там говорят Отказано Потому что вы пользовались Неофициальными там Катриджами Может ли такое быть Может Что нужно сделать Написать претензию Потому что данный отказ Очень Даже не гарантирует Что магазин выиграет В суде Вам сказать Вот так вам Как потребителю Вы пользовались Неофициальным Катриджем А значит Гарантия не работает Можно легко А сказать это Судье Будет не так легко Потому что судья Скажет Сразу спросит Он пользовался Неофициальным Катриджем И гарантия не работает Почему И вот Начинаются Интересные вопросы А как магазин Аргументирует Почему Ну потому что Нам кажется Что это не честно Но при такой Аргументации Вы уже сразу Готовьтесь Что вернете деньги Поэтому Всегда знаем Пишем претензию Если вам Отказали Ссылаясь на то Что вы Неправильно Использовали товар И так далее Потому что у нас Если рассматривать Прямо четко Да Вы должны Понимать Что у нас Качество товара Определяется Не тем Какие вы Комплектующие Используете А тем Как обычно Используют Этот товар То есть Вот если написано Что качественный товар Это Качественным товаром Называют тот К которому Предъявляются требования Которые предъявляются Ко всем товарам Подобного типа И можете Либо в суде Сказать Что Вот все знакомые И все вокруг Пользуются Ненастоящими Катриджами И подобное В теории Можете И можете сказать Что эти картриджи На самом деле На них написано Что не подходят Для этого принтера Может ли это В суде сработать Может А может магазин выиграть Может Тут реально Возможны разные сценарии Поэтому Учитываем Что 99% Случаев Где вы написали претензию Не доходит до суда Вам просто возвращают деньги Если вам написали Отказано В ремонте Замене Там Так как вы использовали Нестандартные Или некачественные Расходные материалы Вы просто берете И пишите претензию И суда бояться Не стоит Напоминаю Что процент выигрыша В 2020 году Суду составил 84 84% дел Выиграно потребителями Обычными Без юристов Которые шли Против огромных компаний Потому что шанс Реально выиграть Очень высок В статье Которую опубликовал Председатель Верховного Суда Так и написано Потребитель Это слабая сторона Поэтому нужно быть На ее стороне У суду Вот Ну Понятно Шансы есть Уловка номер 8 Вы сдаете товар В ремонт Или на экспертизу И вдруг Во время экспертизы Вы ушли Ну то есть Оставили на экспертизу Или в ремонт Ушли Сдали И товар Вот он Лежит в ремонте Там что-то с ним делают И ваши данные Все забирают Кто скажет Ну это не гуманно Так нельзя Что там Карту Сбербанка Личные фотографии Все это берут Да Так бывает Поверьте мне К сожалению Я сталкивался С немалым количеством Ремонтников Они все ответственные Хорошо чинят Но с удовольствием Посматривают все фотографии И смотрят данные Это все незаконно Это все неэтично Но они так делают Поэтому Вы должны Запомнить Золотое правило Если вы отдаете товар Ремонтнику В сервисный центр Или на экспертизу И вы его туда сдали То есть Он уже не под вашим контролем На нем должно быть Только то Что может увидеть И знать ремонтник То есть Там не должно быть Ничего секретного Личного Каких-то внутренних вещей Вот все Что там есть Вы сразу же Ему передаете В том числе Не надо надеяться Что человек будет Максимально этичным И не будет смотреть То что может смотреть Так не надо делать Есть ли порядочные Честные ремонтники Их большинство И есть ли Бессовестные Нечестные ремонтники Попадаются Вы хотите рискнуть Нет Поэтому сдавая любой товар Сразу настраиваемся Что мы Предоставляем Не только Саму вот Железяку Но предоставляем Все что содержится Внутри Там на памяти На телефоне К этому Ко всему Будет доступ И они это посмотрят Еще раз Они может и не посмотрят Но вы действуете Исходя из Сценария Что они будут смотреть Уловка номер 9 45 дней 45 дней Это великая уловка Сервисных центров В чем тут уловка Вам говорят Что ремонт До 45 дней Но это неправда Ремонт Должен производиться Незамедлительно Это написано В законе О защите прав потребителей Еще раз вам Это слово произнесу Незамедлительно То есть вас прямо сейчас Берут и начинают чинить Где вы такое видели? Нигде У вас его кладут на полочку Говорят Придут детали Закажем Будем чинить Что это? Реальная ситуация? Да Но так не должно И в законе так не написано Поэтому В законе указано Что если нужны детали Сложности То с потребителя Может быть Согласовано Время ремонта До 45 дней То есть вы можете сказать Окей Согласен На 45 дней ремонта Или Окей Согласен На 2 недели ремонта Когда же вы получаете бланк Который вам дают Когда забирают товар И вы в нем расписываетесь Там всегда за вас уже написали Ремонт до 45 дней Что нужно сделать? Не согласиться с этим Не подписывать бланк Зачеркнуть и написать 2 недели Написать неделя А если магазин не хочет Вернуть деньги Понятно Вот это одна сторона этого вопроса Есть вторая сторона Секретная Суть в том Что магазины Когда привыкли Что 45 дней Они не торопятся И если у вас товар Например Технически сложный А поломка Не является существенной Несущественный недостаток Недостаток Не является существенным То есть шанс Что магазин Провалит эти сроки 45 дней И вы придете на 46 Ничего до этого не говоря И скажете Где мой товар Отремонтированный И вам скажут А сейчас почти подошли Запчасти Или уже чиним Или вот так дела Вот как только они сказали Это на 46 день Вы сразу забираете деньги Потому что Если магазин не уложился В срок 45 дней Это является прямым основанием Не то что вы Имеете право Вот если 45 дней Не уложился Вы сразу же Забираете деньги 100% Причина-следственная связь Это не шанс И не вопрос суда Не уложился Равно забрали деньги Это гарантированно Делает магазин Сразу виноватым В магазин Даже не пойдет Некогда в суд В таких условиях Если 46 дней Ремонт Или больше Магазин уже знает Я проиграю Этот магазин думает Все суды гарантированно Поэтому 46 дней Сразу вернули деньги Поэтому иногда Если у вас Не такая уж Существенная поломка И вы хотите Чтобы вам вернули деньги Есть смысл отдать Не напоминать Через 46 дней Прийти Через 45 На 46 дней Прийти и сказать Отдавайте товар Полностью отремонтированный Вам скажут Не готово Вы тут же забираете деньги Удержите в уме Этот вариант И надо И надо наказывать Деньги возвращать Зачем вам деньги Зачем вам деньги Или замена Когда вам тут же Ваш телефончик Быстренько починили А у нас в стране Нехитрые Нечестные Хитрые Магазины Превратили это В какой-то В какую-то просто Бесконечную Волокиту Где вы отдали товар И уже вообще Забыли про него Это не так Должно работать Вместе это все Исправим Как? Кинем другим людям Это видео Они узнают И не будут давать Магазину 45 дней Тянуть Или будут за 46 день Сразу забирать деньги Уловка номер 10 Кинули телефон в воду Это группа уловок Когда вы Отдаете в сервисный центр А они специально Создают Эксплуатационный Дефект За вас То есть например Ваш телефон Нельзя мочить Вы сдали телефон И говорите Что он не работает Они выкидают в воду И говорят А так вы намочили И поэтому Это не гарантийный случай А эксплуатационный брак Гарантийный случай Забудьте эту фразу Поэтому это не заводской Дефект А эксплуатационный брак Может ли такое быть? Может На всех стадиях Экспертиза И ремонта Что это значит? Если это на стадии экспертизы Это значит Что вы допустили ошибку И позволили проводить Экспертизу Без вашего участия Потому что в статье 18 Написано Что покупатель Потребитель Вправе присутствовать На экспертизе Если вы присутствуете На экспертизе Каждую секунду Смотрите на товар И лучше это на видео снимаете Разумеется Никто ее в воду не кинет Поэтому если вы туда кинули То это ваша вина И что в этом случае делать? Что делать? Мне спрашивают А что делать? Я вот видео посмотрел Ваше Когда уже кинули Что мне делать? Ответ очевиден На всю жизнь запомнить этот урок И если вы допустили ошибку в прошлом Не допускать ее в будущем Это же самое ценное Это же самое ценное Что вы можете вынести Из этого видео Вы теперь всегда будете знать Как поступать И знакомым расскажете Разве не доброе дело Мы делаем? Второй сценарий Вам кинули телефон в воду Во время ремонта Ну во время ремонта Что там будет происходить? Вас вообще не касается Ну кинули Испортили Ну и хорошо Телефон стал Не ремонтопригодным Это одна из причин Неустранимость дефекта Одна из причин Для Того Чтобы вам вернули деньги Если же вам кинули Телефон в воду И потом говорят Что мы Начали открывать телефон Обнаружили Что оказывается Там есть следы воды И поэтому ремонт Не стали делать Так как вы виноваты Вас это Не касается Потому что Если вы уже сдали на ремонт То этап экспертизы Он уже пройден Все Сдали на ремонт Что там будет Уже вас не касается Вам должны выдать Идеально новый товар Поэтому магазины Так и не делают Конечно Товар они могут подпортить Только на стадии экспертизы Что мы контрим Как Очевидно Присутствуем на экспертизе А если экспертиза В другом городе То Отказываемся От экспертизы На видео Засняв Фразу Сотруднику магазина Что вы не сдадите телефон В другой город На экспертизу Потому что В этом случае Вас лишают права Присутствовать на ней Поэтому Либо возвращайте деньги Либо проведите экспертизу Локальную Что в этом случае будет Ну возможно Сценарий Возможно у вас суд Не примет иск И такое бывает Да Стоит без движения А возможно назначить Свою экспертизу Так бывает чаще всего Могут быть разные варианты Поэтому лучше Сделать Локальную экспертизу Самому еще можно сделать Ну короче Тут целый большой мир Смотрите На моем канале Есть все эти видеоролики Все рассказано Все Я все рассказал 10 уловок Я их написал Составил Напечатал Чтобы вам прочитать Я старался Вот этот прибор Вот этот прибор Вы купили Айфончик Вы не хотите его менять Он вам Вот именно с этим У вас там особенности Может с ним Олимпийские игры выиграли Вы не хотите за него деньги Вы хотите его починить Вот для Кроме вот этого Маленькой зоны Сервисные центры Вообще не нужны Гарантийный ремонт Нет Экспертиза Нет Ничего-то не надо Пишите претензии И возвращайте деньги Все И меня если хотите Можете поддержать Еще разок Номер карты В описании Маленький микроскопический донат 30-50-70 рублей Буду вам благодарен Виртуально поставлю лайк Вы мне поставили лайк А я вам поставлю лайк Вам когда-нибудь Ставили лайк Зрителю поставили Когда-нибудь лайк Понятно что Видео на YouTube Можно ставить лайк А я вам В вашей жизни Ставлю лайк Видишь Уже нажимаю Три раза его Лайк Увидимся в следующих видео